Здравствуйте, в эфире программа в центре внимания в студии Евгения Монакова. Сегодня мы будем говорить о кадастровой стоимости, потому что в этом году произошли некоторые изменения. Ну а подробно об этом нам расскажет директор центра кадастровой оценки Амурской области Оксана Курганова. Здравствуйте, Оксана. Действительно серьезные изменения происходят. Мне кажется, люди не успевают перестраиваться в этой ситуации. У нас законодательство меняется достаточно быстро для того, чтобы успевать за этими изменениями. Поэтому давайте чуть подробнее расскажем, в чем была такая необходимость, что это за закон, который регулирует вот этот вот процесс. Да, сегодня действуют изменения, которые внесли в закон о государственной кадастровой оценке, изменения касаемые пересмотра кадастровой стоимости. В чем эти изменения? Причем, нужно сказать, я соглашусь, это кардинальные изменения. Во-первых, полномочия по установлению кадастровой в размере рыночной сегодня переданы бюджетным учреждениям, осуществляющим кадастровую оценку. Ну, в частности, нашему учреждению на территории области. А раньше этим кто занимался? То есть, если раньше это были комиссии, созданные первоначально при Росреестре, при соответствующем управлении Росреестре, да, субъекта, затем это были комиссии, созданные при правительстве субъекта, то сегодня это только бюджетное учреждение, которое наделено полномочиями по определению кадастровой стоимости. В обязательном порядке, это досудебный порядок, в обязательном порядке в первую очередь обращаются к нам. При этом сегодня это заявление об установлении кадастровой стоимости в размере рыночной, именно не об оспаривании кадастровой стоимости, об установлении кадастровой стоимости вашего объекта на уровне той величины, которую определит вам рыночный оценщик. И что еще очень существенно, это дата. Дата оценки. Сегодня она может быть, должна быть текущей датой. Вот смотрите, как между собой все-таки связана кадастровая и рыночная стоимость, потому что раньше, мне кажется, мы все уже привыкли к тому, что они могут разниться. А вот сейчас как они связаны? Ну, вообще, на самом деле, здесь, наверное, нужно говорить в первую очередь о факторах, которые влияют на величину той и иной стоимости. В принципе, в общем, можно сказать, что это факторы одинаковые. Мы точно так же, как рыночный оценщик, смотрим в первую очередь на местоположение объекта. Мы смотрим на его оснащение коммуникацией, если это земельный участок, либо на этаж расположения, если это помещение, особенно не жилое, да в том числе и жилое помещение. Ну и уже исходя из этого, можно сказать, что они должны быть примерно равны друг другу, то есть находиться на одном уровне. Мы, в принципе, придерживаемся того мнения, что кадастровая должна быть на нижней границе рыночной стоимости объекта. Ну, действительно, здесь есть некоторые нюансы, да, потому что рыночная стоимость, она достаточно подвижна, она может меняться очень часто. Вот как здесь, на что вы ориентируетесь? Я соглашусь, да, она достаточно подвижна. Мы в любом случае анализируем рынок, анализируем рынок постоянно, непрерывно, даже между турами кадастровой оценки. Если сегодня это раз в четыре года, то все четыре года мы будем анализировать изменения цен на рынке, мы будем рассчитывать, просчитывать тенденции и, в принципе, есть положение в законе, что при изменении индекса рынка цен кадастровая стоимость должна быть пересчитана. То есть буквально вот так, да? Да, буквально. А при каких скачках это будет? Более 30 процентов. Если индекс рынка меняется более чем на 30 процентов, что в сторону роста, что в сторону снижения, то Росреестр принимает решение о пересчете кадастровой стоимости. Оксана, тоже такой интересный нюанс. Все-таки рынок у нас очень разнообразен, да, даже если посмотреть по объявлениям, которые есть на рынке, стоимость объектов может настолько сильно варьироваться. Вот на что ориентироваться вы, на что ориентируетесь? Мы в первую очередь смотрим, конечно же, на сделки. Росреестр сегодня обязан предоставлять нам сведения о сделках, о заключенных сделках на объекты недвижимости. Мы смотрим на эту информацию в первую очередь. Конечно же, смотрим и на предложения в том числе, но учитываем ожидания, возможно, завышенные где-то ожидания продавцов. Обязательно применяется скидка на торг. Обязательно. Мы не рассматриваем в чистом виде те предложения, которые есть на рынке, если это предложение. То есть стараемся учесть максимально, учитывая максимально состояние объекта того, который предлагается. То есть работает специальный отдельный отдел, который на постоянной основе собирает все предложения на рынке, которые есть, и чистит от мусора. Мы называем это так. Убирают либо дубли, убирают те, которые вызывают сомнения. Все объявления проверяются, обзваниваются, сведения вносятся в базу. Такая серьезная работа, учитывая то, что целый отдел занимается этим, я полагаю, все-таки исключает какие-то вероятность каких-то серьезных ошибок. Ну а если они возможны будут? Ошибки в любом случае любой правообладатель может обратиться с заявлением об устранении, об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости. Может быть такое, что, допустим, в ЕГРН, ну не все сведения об объекте указаны. При этом, допустим, аналог принят исходя из среднего по рынку, да, из средней характеристики, из эталонной характеристики по рынку. Либо есть такие объекты, которые считаются именно по сборникам удельных показателей. Ну вот у нас сейчас поступили, кстати, как раз заявления об исправлении ошибок, которые говорят о том, что, ну вот у аналога высота, там, допустим, башни мачты выше, больше, нежели у нашего объекта. Поэтому просим пересчитать. Вот давайте еще чуть погрузимся в этот момент технических ошибок, потому что, вот как мы раньше рассказывали, собственники сами должны быть заинтересованы в том, чтобы цена была адекватной. Вот как собственники могут повлиять на адекватность восприятия оценщиком потом стоимости? Ну, в первую очередь, это декларация. Декларация о характеристиках вашего объекта недвижимости. Это возможность есть с самого начала создания учреждений с 2018 года. Она сохраняется и сегодня. Собственник-правообладатель, да, может подать декларацию о характеристиках, либо отдельно только декларацию, либо приложив ее к заявлению об исправлении ошибки, например. Ну, конечно же, все эти данные, все сведения, то есть то, что вы говорите, что вы учли неправильно, должны быть подтверждены однозначно. Нельзя просто голословно сказать, что нет, вот это не так. А давайте вот конкретно, какие бывают самые частые ошибки, которые вот потом на комиссиях разбирались, и из-за чего они произошли? Можно ли было этого как-то реально избежать, подтвердить? Ну, если этих данных нет в ЕГРН, то практически у нас отсутствует возможность. Мы работаем над тем, чтобы собирать сведения об объектах, в том числе даже если года постройки нет, мы работаем, во-первых, с нашим архивом, у нас архив технической документации, да, берем сведения оттуда. Во-вторых, если это жилые дома многоэтажные, то мы собираем данные управляющих компаний, берем сведения и оттуда, то есть собираем по максимуму. Ну, например, в частности, не та, да, величина износа. То есть у меня объект старше, нежели вот принято у вас, чем вы посчитали, если износ учитывается, да, в ходе расчета. Здесь приложить техпаспорт и, собственно, да, эти данные будут учтены обязательно. Бывает так, что вид разрешенного использования учтен не тот. То есть пришли ошибочные сведения из ЕГРН, либо они, наоборот, не пришли. Вид поменялся разрешенного использования, а нам эти данные не поступили. Подтверждение этой информации влечет за собой, конечно же, пересчет кадастровой стоимости, потому что это как раз тоже один из факторов, влияющих на величину кадастровой стоимости, вид использования объекта. Объект земельный участок сельхозназначения и земельный участок под торговым центром будут иметь, конечно же, различный уровень стоимости. Вот смотрите, как раз по поводу процедуры пересмотра, как она сейчас происходит, это вообще как-то вот для наших зрителей, например, для обычных людей, которые приходят, это сильно изменилось или нет? Да, изменилось сильно. И вот первое, что я уже говорила, это дата оценки. Это нужно в первую очередь понимать оценщикам, к которым обращаются правообладатели, потому что на сегодня более 60% заявлений об установлении кадастровой в размере рыночной было оставлено нами без рассмотрения, потому что заявления оформлены ненадлежащим образом, в частности, не та дата оценки, то есть дата оценки объекта отстоит более чем на полгода от даты обращения в учреждение. То есть не менее полугода, да? Не более. Не более. Да, наоборот, не более. Дата должна быть текущая. То есть если вы, допустим, хотите сегодня, 13 июля, обратиться в учреждение, то не позднее, чем 13 февраля, должен был быть оценен, не ранее, простите, не ранее, не ранее, чем 13 февраля, должен был быть оценен ваш объект. Вот, это первое. И отчеты подаются в электронном виде. Обязательно в электронном виде, нам не обязательно отчет на бумаге, но в электронном виде обязательно. Оценщики не подписывают электронной, цифровой подпись убывают эти отчеты. И, конечно же, это тоже основание оставить такое заявление без рассмотрения. Это тоже на что нужно обратить внимание. Ну и корректность, правильность оформления заявления, соответственно. Форма есть у нас на сайте, форма есть законодательно утвержденная. То есть при желании это можно найти. У нас есть административный регламент, где также форма приложена. Ну то есть, в принципе, если учесть эти моменты, то тогда наверняка пересмотрят вашу кадастровую оценку. Спасибо большое, Оксана, вам за интересную беседу. Надеюсь, вопросов у наших зрителей после этого будет меньше. А я напоминаю, что сегодня мы общались с Оксаной Кургановой, директором Центра кадастровой оценки Амурской области. Вы смотрели программу «В центре внимания». До встречи в эфире. До встречи в эфире.